Валерий Капранов, бывший режиссер Каспийского народного театра драмы и поэзии, функционировавшего еще при действующем Дворце культуры. Прожив некоторое время за пределами республики, не так давно он вернулся в родной Каспийск, где пытается возродить городской театр. Репетиции и занятия уже проходят на базе актового зала 11-й гимназии. Я приехал в конце апреля, встретился с Борисом Ивановичем Гонцовым. Там было решение принято, чтобы предоставить мне зал. Он любезно просто пошел навстречу, сразу понял необходимость этой ситуации. И прямо из его уст прозвучало, Валерий Иванович, выбирайте, вы местный, вы знаете школу, вы знаете территорию, выбирайте любой зал, какой вам подойдет, там и работайте. Вот мы выбрали 11-ю школу, здесь работаем. Почему? Потому что вот въезд с Махачкалы, если наши гости будут приезжать на спектакли, чтобы они не терялись где-то, не блуждали. Они заехали сюда по навигатору, вот она 11-й. В числе актеров как любители, так и артисты русского драматического театра. Среди них Анжелика Аксенова, Татьяна Рассохина и другие. В театре служит Анжелика Анатольевна Аксенова. Она является, работает, служит в театре русском драматическом, Максима Горького в Махачкале, очень долгие годы уже. Татьяна Валерьевна Рассохина, вот у нас в театре. У нас в театре Руслан Мусаев, Мусаевич, тоже артист русского драматического театра, наш Каспичанин. У нас в театре Любовь Николаевна Данилова, народная артистка Дагестана. Каждый из артистов имеет основную работу в театре Махачкалы и в иных структурах. Кто-то педагог, кто-то специалист на заводе. Вечерами в стенах школы эти люди искусства собираются с одной целью – сделать театр для Каспичан доступным. Репетируем параллельно сразу несколько вещей, поэтому не так быстро, как мы хотели, будут выпускаться они. Есть свои сложности, есть параллельные работы у всех. Мы все служим в театре, и поэтому нам приходится совмещать несколько сразу родов деятельности своей, несколько театров. Но при этом, я думаю, что у нас все будет получаться, и мы все успеем сделать и радовать нашего каспийского зрителя, которому не нужно будет выезжать за пределы города. А здесь, в самом Каспийске, они будут видеть качественные, замечательные, интереснейшие спектакли. Первая постановка Каспийского театра драмы и поэзии, как его уже обозначают организаторы, планируется в октябре этого года. Это будет спектакль «Акселераты». Трогательная история о самых серьезных вопросах в жизни человека. О любви и долге, надежде на счастье, верности и ответственности за своих близких. Продолжение следует... Продолжение следует...